Здравствуйте друзья. Гаджет про который мы сегодня поговорим, ждали довольно долго. Речь пойдет о Zigbee розетке с энергомониторингом, предназначенной для установки в круглый подрозетник. Казалось бы ничего необычного, но раньше все подобные Zigbee устройства были либо в формате переходников, либо без энергомониторинга, либо под большой квадратный подрозетник 86 на 86 мм. По сути аналогов, если не считать дорогие модели Le Grand или очень привередливые Le Valo, не было. И вот наконец на просторах экосистемы Tuya Smart появилась розетка, которая объединила в себе все ожидания. Формат Schuko, круглый подрозетник, Zigbee, энергомониторинг, стандартные кластеры Tuya и вменяемую стоимость. Модель VK34. Встраиваемая розетка Schuko с энергомониторингом. Интерфейс Zigbee 3.0. Максимальный ток нагрузки 16 Ампер. Мощность 3680 Вт. Диапазон рабочих напряжений от 100 до 240 Вольт. Основная экосистема Tuya Smart. Приехала розетка в простой белой коробке, запаянной в пластик. С ее дизайном, по крайней мере пока никто не заморачивался. Кому интересно, тут есть почтовый адрес производителя. Продавец хорошо упаковал посылку, она была не просто в пузырьковой пленке, а в мощном противоударном пакете, поэтому все доехало в полной сохранности. В коробке нашлась розетка, о ней мы поговорим подробнее чуть далее. Небольшая инструкция на английском. И комплект крепежа. Ничего особенного в инструкции не нашлось, разве что описание сброса и перевода розетки в режим сопряжения, для чего нужно удерживать кнопку на ней в течении 5 секунд. Стандартным крепежом, который состоял из пары винтов, нашелся еще интересный металлический ключ, как выяснилось впоследствии очень удобный. Как им пользоваться покажу чуть далее. Розетка сделана из белого пластика, внешне практически не отличима от обычной. Принадлежность к умным устройствам выдает разве что единственная кнопка в левой верхней части, она совмещена с светодиодным индикатором. Есть еще одно конструктивное отличие от большинства привычных нам розеток. Тут нет креплений в виде боковых рычагов зацепов, которые при затягивании винтов упираются в стенки подрозетника. Это устройство надо крепить к самому подрозетнику. Контакты, они довольно массивные, подписаны L, фаза, N0 и земля. Сзади на корпусе продублированы все технические параметры устройства, про которые я уже рассказал. Головки винтов, которыми закрепляются провода находятся сверху, это удобно при установке. Встречаются такие варианты розеток, где к винтам доступ только сзади и это очень усложняет монтаж. А вот для чего нужен комплектный ключ, до снятия рамки корпуса. Удобно и практично. Странно, что никто раньше до такого не додумался. Теоретически розетку можно установить в подходящую рамку, если она рассчитана под наружный размер 86 на 86 миллиметров, а размер квадратного отверстия в рамке 50 на 50 миллиметров. Но я таких рамок не встречал. С установкой тоже есть некоторые нюансы. Физически розетка отлично помещается в самый стандартный дешевый круглый подрозетник. Но если кроме нее там ничего нет. Но в реальности там должно быть как минимум три провода, причем не самые тонкие и гибкие. Глубина задней части розетки 40 миллиметров. И с учетом проводов в таком подрозетнике она не поместится. Нужно использовать глубокий. Оставим как минимум пару сантиметров на размещение проводов. После подачи питания, розетка переходит в режим сопряжения, светодиод на кнопке мигает. Его можно вызвать и 5 секундным удержанием этой кнопки. Начнем с родного приложения Tuye Smart. Все показанное тут актуально и для Smart Life. Для работы розетки нужен шлюз, у меня это Ethernet версия от Moes. Заходим в него и подключаем дочернее устройство. Нажимаем на кнопку, диод уже мигает. Далее, примерно в течении 30 секунд шлюз обнаруживает и подключает розетку. Кстати это первая розетка, а я их видел довольно много, в которой вместо ее изображения используется просто пиктограмма. При необходимости выбираем локацию и меняем ее имя. Розетка теперь видна в списке подключенных к шлюзу дочерних устройств. Также розетка выглядит и в общем списке приложений, отсюда ее можно включать и выключать, не запуская плагин. Функционально плагин не отличается от подобных ему, например для розеток-переходников с энергомониторингом. В центре окна находится изображение текущего статуса розетки, под ним 4 кнопки, первая из которых это включение и выключение. Следующая таймер, под ней скрываются две функции. Первая это обратный отсчет, по сути тот самый таймер, по истечении которого розетка меняет свой статус на противоположный. Вторая это планировщик, в котором можно задать время и день недели для включения или выключения, как разово, так и на периодической основе. За ней следует энергомониторинг, то чего так не хватало для встраиваемых ZigBee розеток. Тут есть показания текущего тока, напряжения в сети, мощности и потребленной энергии. Причем последний показатель доступен в разрезе месяцев и в виде графика по дням. Последняя кнопка это настройки. Тут в свою очередь тоже 4 опции, первая из которых это лог, отображающий время смены состояния розетки. Далее идет настройка состояния после возобновления питания, где можно выбрать режимы всегда включено, выключено и помнить статус перед отключением. Далее следует меню настройки светодиодного индикатора, который может быть всегда включен, выключен или менять свой цвет в зависимости от статуса реле розетки. И детский замок, которое обезопасит устройство от нажатия на кнопку детьми. Меню общих настроек, которое вызывается нажатием на кнопку в правом верхнем углу плагина, содержит информацию о совместимости с сторонними системами управления, меню оповещений, групповой работы и прочими стандартными опциями, включая обновления прошивки. Герой обзора, подобно другим розеткам экосистемы Tuya с энергомониторингом, имеет намного больше вариантов событий в разделе есть ли автоматизации, чем в разделе действий тогда. Кроме событий включить и выключить, тут есть условия меньше, равно и больше для каждого из трех параметров энергомониторинга, которые измеряются в режиме реального времени, ток, напряжение и мощность. А действий тут возможно всего три, это включение, отключение и переключение в противоположное состояние реле розетки. Для тестирования сделаем два сценария. В первом розетка будет переключать свое состояние, по нажатию на первую клавишу zigbee пульта, а во втором отключаться, если мощность нагрузки превысит 50 ватт. Звук и скорость срабатывания при работе из приложения. Обновление данных по потребляемой мощности происходит в интервале примерно от 5 до 20 секунд. Проверим обновление статуса при отключении питания на розетку. До перехода в офлайн чуть более 20 секунд. Включаем, статус мгновенно обновляется и режим сохранения состояния возвращает розетку в предыдущий режим. Теперь проверим работу автоматизации, которую мы создали чуть ранее. Лампочка отключается, как только розетка отправляет данные о ее мощности. Благодаря гибкой настройке граничной мощности и скорости сработки, розетка может выполнять роль своеобразного автомата, но отказываться от обычных автоматов не стоит в любом случае. Пару слов о Google Home. Взаимодействие осуществляется на уровне аккаунта. В числе совместимых систем есть Tuya Smart, который нужно подключить используя свои учетные данные. Далее устройства Tuya, которые совместимы с Google Home, будут автоматически появляться в перечне умных устройств. Герой обзора не исключение. Но тут лишь самое базовое управление включить и выключить. Весь интерес в использовании голосового ассистента, других бонусов я не вижу. Перейдем к Home Assistant. Управление розеткой тут можно реализовать несколькими методами. Самый простой интеграция Tuya, взаимодействие с которой осуществляется на уровне подключенного аккаунта. Как это сделать смотрите в моем уроке, ссылку найдете в описании под видео. По умолчанию интеграция дает возможность управлять состоянием реле и настройками детского замка, состоянием после восстановления питания и поведением индикатора. Еще есть 3 деактивированных сенсора. Это как раз показания энергомониторинга в реальном времени. Ток, напряжение и мощность. Для того чтобы вывести их, нужно просто их активировать. Скорость обновления аналогична приложению Tuya. Но лучше отвязаться от облаков и прибегнуть к локальному управлению, например через zigbee2mqtt. В тесте используется версия аддона 1.22.2. Прошивка zigbee модуля от 8 июля 2021 года. Запускаем режим подключения. Координатор находит розетку, начинает процесс интервью нового устройства. Хорошая новость, внешний конвертер не требуется, розетка определилась. Правда как переходник, так как аппаратная часть одинаковая. Но судя по этому, для получения данных с розетки ее нужно опрашивать. Посмотрим что тут есть. Управление реле работает сразу. Данных энергомониторинга пока нет, но они прилетят чуть позже. Через несколько минут. Напряжение есть, тут пока нули. Включим реле, нагрузка подключена. Теперь подождем через сколько обновится мониторинг. Для экономии времени, видео ускорено, но секундомер реальный. Обновление пришло чуть более чем через 30 секунд. Забегая вперед скажу, что опрос проводится раз в минуту, то есть обновление будет примерно от 1 до 60 секунд. Но главная проблема не в этом, а в том что обновление состояния реле, если розетка управлялась ручной с кнопки, не приходит вообще. По факту реле выключено, нагрузки нет, но тут отображается как включен. А тут еще интереснее нагрузка при выключенном реле. Статус можно обновить вручную. Давайте рассмотрим обходной вариант. Реле включено вручную, есть нагрузка, статус выключен. Его можно обновить через MQTT. Вот топик устройства. В него в субтопик get нужно послать запрос текущего состояния. И моментально статус обновляется. Ровно это же самое мы можем делать и автоматически. Я сделал простенькую автоматизацию, ее текст вы найдете по ссылке в описании. Она будет срабатывать каждые 30 секунд. И публиковать в MQTT в тот самый топик устройства, тоже сообщение об обновлении состояния. Проверяем. Я включил розетку с нагрузкой вручную. Тут ничего не трогаю. Не позднее чем через 30 секунд обновляется ее состояние. Потребление обновляется с интервалом не реже минуты, в данном случае уже после состояния. Актуальная официальная прошивка SLS шлюза на дату видео от 1 января 2022 года. Прошивка Zigbee модуля у меня от 14 ноября 2021 года. Запускаем режим подключения. Подключается, но как обычная релюшка. В состояниях управления нет. Будем исправлять. По умолчанию установлен нулевой конвертер, но он нам не подходит. Переключим на какое-то похожее устройство. Например на 66, это розетка Blitzwolf на этом же чипе. Тут появились вкладки состояния и опций. В состояниях есть управление реле и энергомониторинг. Отправка команды на розетку работает нормально, но к сожалению от нее обратно ничего не приходит. Даже мощность надо обновлять вручную. Статус реле тоже, если изменен вручную не прилетает. Это тоже поправимо. Идем в меню файлов. Если нет, то нужно создать скрипт OneMinTimer на луа. Он будет выполняться каждую минуту. В него добавляем два запроса обновления. Указываем адрес розетки и то, что нужно обновлять, состояние и мощность. Проверяем. Шлюз считает, что розетка включена и мощность 70 ватт. Запускаем скрипт. Данные обновились, выключена и нулевая мощность. После создания скрипта шлюз нужно перезагрузить. После запуска, опция и состояние в одной вкладке. Это скоро само обновится и справится. Пока шлюз считает, что розетка выключена и потребления нет, но это не так. С началом следующей минуты данные обновляются. Герой обзора интересен в первую очередь тем, что это Zigbee розетка, встраиваемая в круглый подрозетник, имеет функцию энергомониторинга и разъем для круглых вилок. Но есть и некоторые недостатки. Конструктивно, это внешний размер в 86 на 86 миллиметров, что может быть проблемой при установке нескольких устройств в ряд. Далее глубокий задник, который хоть и войдет в круглый подрозетник, но с учетом проводов только в глубокий. Также далеко не всегда у подрозетников есть подходящие винтовые крепления, на которые рассчитан крепеж этого устройства. Ну и не будем забывать про некоторые нюансы связанные с интеграцией в Home Assistant. В остальном, меня больше всего радует сам факт появления такого устройства на рынке. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы упомянутые в видео, а также мои проекты посвященные умному дому, Telegram канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч.